Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Раньше я ввела довольно разгульный образ жизни. Я от этого отказалась, разорвалась, связи с друзьями, начала копаться в себе. Так получилось, с одной стороны, я хочу жить как нормальная девочка, хочу быть доброй, милой, не вести разгульный образ жизни. С другой стороны, у меня ужасное желание вернуться в прошлую жизнь. Хочется так же веселиться и совершать сумасшедшие поступки. Я не знаю, что делать, я будто вот-вот разорвусь, половина меня уйдет в разгульную жизнь, а другая в библиотеку. Что мне с этим делать и как подавить желание вести разгульную жизнь? Спрашивает аноним. Аноним, я не думаю, что здесь следование какому-то полюсу, что одному, что другому, вам что-то даст. Вы, к сожалению, совершили уже одну довольно серьезную ошибку. Вы начали копаться в себе. Копаться в себе вы начали самостоятельно. Решение это, мягко говоря, очень-очень сомнительное. Почему? Потому что человек сам в себе копаться не может. Человек, начинающий копаться сам в себе, как правило, приходит к весьма-весьма неутешительным выводам о самом себе. Поэтому ваша задача действительно в себе разобраться и действительно поисследовать себя, но с помощью специалиста, чтобы действительно найти, ну вот, скажем так, варианты решения своей проблемы, которые у вас, очевидно, наличествуют. Только так можно с этой ситуацией что-то сделать. Дело в том, что желание вести разгульный образ жизни и вообще сам по себе разгульный образ жизни является, как мне кажется, вашим способом от чего-то убежать. Является, как мне кажется, вашим способом от чего-то уйти. Но от чего уйти, я бы сказал, пока что непонятно. То есть, пока не ясно, от чего именно вы пытаетесь сбежать, на что именно вы пытаетесь, ну вот, как-то, подавить в себе, что именно вы пока пытаетесь, что именно вас страшит. Возможно, это довольно большие, серьёзные, совершенно нереализуемые требования к себе. Ну вот, как бы, желание быть нормальной, как вы говорите, там, доброй и так далее. Мне кажется, что это требование к себе, вот такого рода, оно, мягко говоря, ни к чему, опять же, вас хорошему не приведёт. Потому что вы требуете от себя быть той, кем вы не являетесь. Момент в том, что, ведя разгульную жизнь, вы тоже не та, кем вы являетесь. То есть, это, скорее, у вас вызвано неким таким бунтом, неким таким, ну, может быть, противоречием, неким таким элементом, скажём так, элементом борьбы, скорее всего. То есть, тут идея моя заключается именно в этом. Идея моя заключается именно в том, чтобы вы, получше в себе, самой, вы разобрали, мне кажется. и вот, когда вы в самой себе разберётесь, более, так скажем, ну, более корректно, когда вы в себе, в себе, в самой разберётесь, когда вы будете понимать, чего вы хотите, что вам нужно, вот, в чём вы, ну, в чём вы нуждаетесь, и так далее. Вот тогда уже можно будет говорить о чём-то, что вам делать дальше. А сейчас вы только, по сути, как мне кажется, успеваете только, вот, едва-едва вы успеваете, ну, как бы, реагировать на что-то. То есть, еле-еле вы, вот, успеваете реагировать на те, ну, на те вызовы на те вещи, которые, ну, с которыми вы вот в своей жизни сталкиваетесь. Вот. Понимаете, какая штука здесь? И, как мне кажется, это, в общем и целом, не является вашей основной трудностью на данный, на данный момент, по крайней мере. Вы отчего-то бежите в разгульную жизнь, вам что-то не нравится, и это нормально. В жизни, вот, настоящей, ну, то есть, той, которой вы считаете правильно. А правда в том, что элементы и того, и другого нужно соединять. Нужно именно элементы соединять. Вот. А вот они борются между собой. И от цели получается такая вот постоянная ваша внутренняя борьба. я бы предположил, что вы пытаетесь считать ожидания оправдаться. Например, ожидания своей мамы или своего папы, или кого-то, ну, или кого-то еще. Не столь, не столь, это важно, как мне кажется. Вот. Но так или иначе вам сейчас очень тяжело от борьбы самой с собой. И вообще говоря, это, ну, как бы нормально. Это нормально, что вы вот тяготитесь, так скажем. от, ну, от борьбы с собой. Вот. Я бы сказал, что это, в принципе, нормально. И мне кажется, что если мы, вот именно мы и можем для вас что-то сделать, если мы можем для вас что-то сделать, то мне кажется, что то, что мы можем для вас сделать, это как раз таки помочь вам не не бороться. Помочь вам не уходить всецело в борьбу, как вы это делаете сейчас, а помочь вам оставаться, с собой, что ли, с собой. Понимаете, да? Какая штука. Но для этого вам нужно, конечно, определенные усилия, для этого вам нужна определенная работа. работа в первую очередь над самой собой и своими противоречиями, своими конфликтами внутренними и так далее. Также я бы сказал, что на мой взгляд, вот то ваше поведение, которое вы описываете, очень похоже на поведение человека, который пытается изо всех сил, как мне кажется, получить любовь. Ну, вот, на мой взгляд, по крайней мере. Вы пытаетесь получить любовь, вы пытаетесь в этом смысле получить то, чего вам не хватает, вы пытаетесь найти любовь, но любовь странным образом не ищется, вот. В чем как бы вот сложность заключается, в чем заключается проблемность той ситуации, в которой вы оказались, это именно вот то, что не получается найти любовь, потому что себя вы опять же в этом смысле не любите. На данный момент, по крайней мере, на данный момент, на данный момент, речь идет только о данном моменте. то есть, вы в себе получается что-то не принимаете, в себе получается что-то не можете принимать. Вот. И наша задача, как мне кажется, помочь вам tenerla. Наша задача, как мне кажется, заключается в том, чтобы помочь вам себя лучше понять. Наша задача, как мне кажется, заключается в том, чтобы помочь вам научить вас лучше к себе относиться и дальше уже, вероятно, что-то с этим делать. Сейчас вы, ну, что называется, вот такими ресурсами, по-видимому, не обладать. И не то, чтобы вы должны это делать, не то, чтобы вы должны, вы не умели, вы не умеете. Хорошая новость заключается в том, что вы можете научиться. Вот. Вы можете научиться, если обратитесь. Собственно говоря, к психологу хорошая новость заключается в том, что если вы начнете работать со специалистом, то вы сможете как раз-таки получить для себя то необходимое, в чем вы сейчас нуждаетесь. Понимаете? Собственно, постарайтесь обратить внимание на то, что вы уходите в крайности. То у вас откровенно разгульная жизнь, которая вас не устраивает. То у вас максимально правильная жизнь, которая, ну, совершенно нормально вас тоже не устраивает. Ну, вообще-то, вообще-то, хорошо, что так. Потому что, будь это иначе, вот, ну, условно говоря, подавляя вы себя, ничего, ничего хорошего из этого бы не получилось. Ну, а так, по крайней мере, вы понимаете, что вас тут не устраивает. Это здорово. Вот. На мой взгляд. По крайней мере. Вот то, что я хотел вам сейчас сказать. То есть вы описываете классическую историю внутреннего конфликта. Вот. Вы описываете классическую историю внутреннего противоречия. Вот. И, соответственно, не можете его решить, потому что вы находитесь по власти, ну, вот, что называется, собственных стереотипов восприятия себя. Решается ли это? Да. Это решается. Не сразу. Не сразу. И не быстро, но решается. Это можно решить. Можно. Решить. Вот. Ну, может быть, вот. Вот. Так. Не так быстро, как вам бы, может быть, этого хотелось бы. Вот. Но решить это можно. При вашим, так скажем, желанием, это, ну, как бы, этим заниматься. Да? Вот. То, что я бы хотел вам сказать. Безусловно, вам много сочувствия. Безусловно, к вам много сочувствия и вот, ну, сажеление, что вы в этой, вот, эээ, ситуации, в такой, ээээ, для себя оказались. Это больно, это, эээ, всегда, ну, довольно, вот, неприятно. Жаль, что вы оказались в такой ситуации. Из меня есть выход? Я повторюсь. Вот как-то так. Давайте обратимся к вашему вопросу. Что мне с этим делать и как проявить желание? Спрашиваете вы. Ну, имеется в виду, как проявить желание вести разгульную жизнь. И он мне отвечает таким образом. А зачем? Зачем это желание подавлять? Его можно в известной степени постараться, по крайней мере, глобализировать. Ну, то есть, что значит глобализировать, да? Глобализировать свои желания означает, ну, подняться немножечко вот на уровень, на уровень выше. Немножечко лучше, как бы понять, что мне нужно. Немножечко лучше понять, в чем я нуждаюсь. Вот. Немножечко лучше понять, чего я хочу. Хочу. И дальше уже можно будет здесь о чем-то, что называется говорить. Вот. Сейчас пока говорить особо не о чем, как вы понимаете. Потому что мы не знаем, что представляет из себя ваше желание. Ваше желание делать, например, то, что... то, что вы делаете. Да, мы не знаем, что это для вас. Мы... ну, мы не можем знать, что это для вас. Вот. Хотелось бы узнать, что это для вас. Хотелось бы узнать и... как-то вот в этом смысле... как-то вот в этом смысле... лучше понять вас. Вот. Но... пока что... ситуация вот... такая. И, соответственно, пока мы не знаем... что для вас означает... что для вас означает... ну, вот... ваше желание вести... ну, вести вот... такую жизнь, какую вы ведете. да? Пока мы не знаем. Помочь вам будет несколько слов. Конечно. Хотя и в этой... эээ... ситуации... это... вполне себе... возможно... сделать. Вот. Это... и в этом... эээ... случае... вполне себе сделать... реально. но... нужно понять... о чем... про что... вы здесь... говорите. Понимаете? Да? это... пока что у нас нет... такой информации... и мы не знаем... о чем вы говорите. вот... вот... примерно... примерно... повторюсь... повторюсь... примерно... такой ответ я бы... вам... предложил... быть. сразу скажу... что... эээ... обвинение... эээ... ну... себя... то есть обвинение... эээ... вас самой... сэка... ничего не дадут. ни в какую сторону... обвинение... эээ... себя... вас... не проведут. вот... эээ... ну... единственное что вы... получите... да... это вот... эээ... 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 ну... продолжение вот такой... эээ... эээ... как бы... эээ... модели поведения и... эээ... и... эээ... и... все... в принципе... вот... я не думаю... я не думаю... что это... то, чего вы... хотели бы для себя... сами... да? то есть я не думаю, что это то, что вам нужно... вот... поэтому... я бы предложил вам... эээ... эээ... ну... эээ... потихонечку... эээ... разбираться... эээ... эээ... ну... вот... ээээ... эээ... ээээ... Вот, всё равно, как мне кажется, вы не особо чего теряете. Вот, ну как бы, ну в этом смысле. Потому что, так или иначе вам сейчас плохо, так или иначе вы чувствуете себя сейчас потерянной, вот. Так или иначе вы ощущаете себя, так скажем, на перепуте. Вот. И пришло время, как мне кажется, вам заняться собой. Как мне кажется, повторюсь. Вот. Надеюсь, что вам это будет на самом деле полезно. Надеюсь, что вам это будет на самом деле интересно. Вот. И очень хочется, чтобы, конечно, все ваши, вот, трудности, такие, о которых вы пишете, разрешились. Вот. Для этого нужно научиться с ними встречаться. Вот. Для этого нужно научиться с ними сталкиваться. для этого нужно научиться их, как минимум, не избегать. Вот. Вот. А как максимум, конечно, проживать и смотреть, а где, как бы, ну а вот, где же, где здесь я и кто я, какая я, вот, чего я хочу, что мне нужно в этих ситуациях, ну и так далее. Все это на самом деле довольно интересная, увлекательная работа. Вот. Как-то так. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, да, то есть сформировать, ну, сформировать некоторые такие вот базовые постулаты для психотерапии, вот, то есть вы, пронаблюдав за собой, как вы реагируете на то, например, что я вам сказал, да, вы можете, в принципе, сформулировать для себя то, куда хотели бы все хотели бы двигаться, вот. Вот. Ни в коем случае ничем, вот специально повторяю, да, на всякий случай, ни в коем случае ничем вам, ну, бороться, вот ни в коем случае ничем не нужно. Вот. подавить желание, ничего, ни к чему хорошему вас это не приведет от слова совсем. Такие дела, всего вам самого доброго, вы большая молодец, что обратились за помощью, вы большая молодец, что начали говорить о проблеме, вот, вы большая молодец, что озвучили то, что вас беспокоит. Теперь, как мне кажется, вам предстоит сделать следующий важный шаг, это, вот, выбор психолога и начало, ну, начало работы по коррекции своего состояния, вот. Ну, а мы специалисты вам в этом, в целом, поможем. Обращайтесь. Продолжение следует...